Старладдер ТВ Старладдер ТВ Ты увидишь это первым! Следи за событиями на сайте Дота 2 Старладдер ТВ Покупай билет на Старладдер Или подвергнешься тщательному анализу Покупай билет на Старладдер ТВ Покупай билет на Старладдер ТВ Том Юнг Канг, Йо Ту и Тоу Яу Вот так вот Ага, Вайпер забирает себе Ру Гейминг, Тинкера и Уэйк Очень сильный пик получается у Уэйк пока, посмотрите Фейс Лос Войт плюс Тинкер это достаточно сильные персонажи Имбалансные карты в своем роде Так что уже так вот серьезные Уэйки принялись за противника Ладно, пока ребята разбирают себе героев Мы давайте быстренько с вами посмотрим Что же у нас там по сетке-то получается Да, по самой, по самой этой самой сетке Так, вот обновленную сетку я вам сейчас должен дать Ага, вот они Вот они, вот они Что мы видим? Эро пока 2-2 идут Четыре матча было сыграно Шесть очков они набрали Пока держатся на позиции с топ-4 до топ-9 Там... Хотя нет Хотя держатся на позиции с топ-4 до топ-6 Все-таки да, у остальных команд там по три уже поражения есть Ну и Уэйки, начало у них не очень-то здравое получилось У них пока одна победа, три поражения Шансов на попадание на ланд-финалы, конечно же, маловаты Но главное, конечно, закрепиться Главное занять место повыше И думаю, к этому будут и Уэйки как раз-таки идти Ну, такие вот дела Давайте посмотрим быстренько статистику по двум командам Так, Уэйки Эро Ну, у Эро это богатая, конечно, история Игр, вот про Уэйков этого не скажешь Видимо, поэтому сравнивать с команд достаточно тяжело Уэйки вот отыгрывали свои матчи только официальные в рамках StarLadder этого сезона Поэтому 25% винрейта у них Ну и понятное дело, что показатели тоже очень слабые Поэтому, наверное, сравнивать даже и не будем Скажем, что AeroGaming по сравнению с своими импонентами команда более опытная Хоть и у них и есть замена Даже две замены из состава, который был до International Но, тем не менее, они будут играть Играть, играть, надеюсь, будут играть хорошо Так, ну что мы видим? Мы видим, что Батрайдер забирает себе AeroGaming Там забанили Witch, Dr.Range,Taparition Также MinusSideHunter и ShadowSaman Ага, ну, Батрайдер Батрайдер мы сегодня видели Батрайдер себя сегодня не показал никак Надеемся, что этот Батрайдер будет немножечко поудачливее Ну а теперь посмотрим, давайте, как у нас Том Юнг Канг будет забирать себе саппортов Потому что Wessless Void есть в качестве оффлейнер, наверное Тинкер, соло мид Ну, трипла Триплу еще нужно взять Венжифол Спирит Третьим пиком от Awake Ну, Венгайд неплохо Венгайд персонаж, который может синициировать, в принципе Который кого-то может свапнуть Из-под купола, например Если вдруг у Фестлос Вайдера начнутся проблемы с своем же куполем Я не знаю Или хоть противника спасти Тоже можно Так что, хороший пик Главное противнику не дать Потому что Венгайд у Фестлос Вайдера Так, в какой-то мере контрит Эрогейминг забирает себе кентавра Мы видим Получаем мы с вами кентавра Наверное, в качестве оффлейнера А бэтрайдера в качестве мидера Какого-то, да Потому что, вроде как номинально У нас бэтрайдер и кентавр должны быть оффлейнерами Но, понятно, что один из них эту позицию займет Скорее всего, это будет кентавр Бэтрайдер все-таки в мидеру сможет против тинкера нормально постоять, я думаю Окей, окей Там осталось в Эрогейминг напикать себе еще одного саппорта В триплук вайперу из ковров мейджу Ну, а у Вейка еще нужно тоже определяться саппортом И с каким-то окей-регероем По всей видимости Ну, надо что-то, что выдает дэмэдж в купол Я так понимаю, что какой-то сентинг, возможно, заедет Будет он здесь весьма неплохим решением Вместе с Венжи Фолс Филит Это будет два Даррек Стана, по сути дела То есть, такая достаточно еще убийственная связка саппортов получится Так что, я думаю, на этого героя стоит Стоит нацелиться сейчас ребятам из Эрогейминг Стоит нацелиться сейчас ребятам из Эрогейминг Силенсер, четвертый пик Дуэйк Так, ну Силенсер, Силенсер это хорошо Силенсер чем хорош? Тем, что можно будет, в принципе, наверное, как-то Батрайда приостановить Да, на его врывах Можно не дать после Стампида Эрогейминг расхастоваться Тоже как вариант Ну, в целом, вообще просто неприятный герой За месяц 5-5, конечно же, Силенсер рулит И главное, чтобы его не брали здесь в качестве мейнкерри Но, судя по всему, к этому и идет Ну, просто я сам не очень-то люблю Силенсера, как Керри Он вполне свои способности может прожимать и будучи Саппортом, конечно же И Глобал Силенс давать, и все остальное Да, и, конечно, у него не будет рефрешера там и какого-то Аганима Но, тем не менее Я не думаю, что это прям особо Эвэйкам нужно Окей, ладно, посмотрим По одному бану осталось сделать Будут ли банить все-таки Керри или Саппорта Забанить у нас сейчас Эрогейминг Главный вопрос Кого они боятся больше? Саленсера, как Керри? Или Саленсера, как Саврона? Ну, немножко пока странноватый Эрогейминг пик получается, да? Вроде бы у них все хорошо с инициацией Все хорошо с врывами А, как такового, демиджа с руки никто вносить не будет, да? И, вроде как, Вайпер не топовый ДПС, понятное дело Скай про каст, Кентавр про каст, Батрайдер Тоже, в принципе, выцепил и летает просто рядышком Ну, то есть при сборке каких-нибудь там пайпы, БКБшек Эрогейминг вообще ничего сделать противнику не смогут Вот, поэтому Ласт Пик, им, конечно, хочется увидеть Какого-то героя, который будет с руки Какой-то дэбль вносить Кого-то жесткого Керри Но, судя по всему, мы этого не увидим Ладно По одному бану Сколько вверх решили забанить? Боятся оффлейнера Но, причем, Эрогейминг, видимо, реально думает Что Фестлесс будет в качестве мейнкерри Будет здесь у нас на трипле С Финго и Саленсером Даже этот вариант мне нравится больше, чем Саленсер Как Керри, герой в трипле Лучше уж вайда поставить в качестве фармила Тронтаун нас банят, видим, Эрогейминг И Дэс Профитер и Гейминг себе забирают Ну, вот хоть какой-то персонаж Который, в принципе, тоже будет носить дэмэдж С руки Ну, опять же, я имею ввиду Физический урон Именно не магический проказ Да, именно экзорцизм Физический урон Вот, и этот герой, действительно, всегда неплохо будет вписываться И он мне Найта забирает себе Эрогейминг Что же она напасть такая? Ну, стоп Помню, Найты у нас в пик заезжают Уже за сегодня второй раз И вот, как-то, этот парень Становится мейнстримом Сиадоты Что-то в нем полезная команда нашли Ну, ладно, давайте посмотрим, что получится у ребят Поставлю я вам ингейм-картинку И будем смотреть за этой картой Напоминаю, что это карта под номером 2 То есть у нас будет еще и третий матч Там Титаны против МСА будут воевать Так что сегодня еще будет много чего интересного Итак, Ивэйки Той Ай, Той Ай будет играть на Фейслес Файде Том Юн Канг играет на Тинкере Йо Ту будет на Веджи Фл Спирит Кинг Эйс Аленсер И Солотик взял себе Омни Найта Единственное, кто мне нравится этой командой Уэйк, это только Солотик Только потому, что у него никнейм более-менее читаемый Остальные, конечно, просто забей Ну, и команда Эрогейминг ДДЗ будет играть на Дес Профит Мазун у нас взял себе Кентавра Причем, я так понимаю, что это у нас О Саппорт Кентавр Потому что Ксянгзай у нас чистый оффлейнер играет на Батрайдере МТА у нас второй Саппорт на Скавров Мейдж И Кокерри у нас вместо Лэнса будет играть Лип Лип на Вайбере Интересно Ну, а Саппорт, Кентавр я такой где-то уже видел Даже вроде Баттерио Гейминг Они практиковали Тем более Скавров Мейдж может, в принципе, неплохо получиться Единственная разница между двумя вот этими вот кентаврами Да, то есть оффлейнер и Саппорт Это то, что Саппорт немножечко дольше выфармливает свой дайкер Вот и все Это ключевое различие В остальном у них, в принципе, те же самые роли в замесах Те же самые роли вообще, в принципе, по карте Так что особо-то его позиция не меняется На игру Пробежаясь по чужому лесу Видим, тут разведывают территорию Возможно, попытались на кого-то бы напасть Но никого не нашли Да, и действительно у нас будет в качестве, я так понимаю, керри героя Фесслос Войт на легкой Сайленсер будет в качестве саппорта И это хорошо Тинкер, понятное дело, мид На сложный будет стоять у нас Омни Найт Ну и Венгар у нас будет на реймсаппорт Которая вниз сместится Ну и Омни Найт на сложной линии Такое мы тоже уже видели Ну вообще, вот после последних пиков То есть последним пиком у нас Дэс Профит Кэру Гейминг заехал И Омни Найт для Ивэйка И, вы знаете, эти пики немножечко перевернули ситуацию на карте Как мне кажется Уэро пик стал немножко посильнее Вот нашли сиренем Кингэя Амазун будет встань Пробивать с руки Как же навалит по этому Кингэя Кингэя дает, конечно же, Ласт Морту Будет благополучно помирать И на Ферст Блад Отдается с Кавер оф Мейдж Ну вот вам, пожалуйста, два саппорта Пробежали, сделали фраг Разворачивается и опять пойдет кого-то пинать Да, вот это здесь будет на самом деле не весело Очень даже не весело Потому что, во-первых, будет Бэтрайдер гонять и траться Во-вторых, еще периодически будут саппорты У нас сложно со спины заходить И пытаться как-то убивать Сейчас даже на Тинкера будут перемещаться Посмотрите Котов уже станет Кумазуна Тинкер должен понять, что проблемы Да, уходят и ловят только один Конкассив шот Так, ну Омник против Вайпера Понятное дело, что у Вайпера здесь вообще никаких проблем быть не может Никак, в принципе Здесь особого ума не надо, чтобы или не переиграть Вайпером Поэтому спокойненько должен убивать крипочков Не подпускать Омника к крипам Ну и сам, конечно же, ласхитить лаки-босс Собрать себе быстрый Мекан какой-то Идти в замес Идти драться Или фармить дальше В общем-то здесь все, что угодно можно назвать Так, ну что у нас снизу Ну, все-таки вот трипла номинально сюда пришла Я бы Трайдеру не весила Трайдеру не весила Получает ластфорд Неприятно Вынужден первые такосики уже юзать Ну, а здесь саппорты пока перемещаются Так, ну Омник на это, в принципе, ловить-то можно Без репела парень И если поймать какой-то шот и стан от кентавра То благополучно будет, конечно, помирать Сомневаюсь я, что парификацион первого уровня Его сможет спасти Ну, поэтому что и Омнику здесь нужно играть аккуратнее Что и РУ гейминг Ну, чтобы как-то извращаться, чтобы Сделать какой-то хороший ганг Ну, чем плохо, Омнинайт, например, по сравнению с Бэтрайдером В качестве оффлейнера, да Это тем, что Бэтрайдер может в своей линии уйти за сложные И пойти фармить леса Омнинайт, такого сделать не может Если чем он сейчас занимается полезным Это пытается делать стаки для своего тинкера Ну, из предусмотрительного РУ гейминг поставили в ардец Поэтому стаков сделать не получится Ну, вообще, загнобить лес Что сделали РУ гейминг Это то, что нужно против тинкера То есть поставили здесь ключевой СН3 вард И поставили вот здесь вот об сервер Ну, правда, соло тик благополучно Этот вард будет сносить Так, у нас там Курьер, кстати, не апнутый Бэтрайдер здесь на хосте Пытается аккуратненько мансовать здесь тинкер Боттл оставил Курьер его забрал Да, ну и Бэтрайдер здесь делать ничего не сможет Так, В12-4 Ну, пока держится на топ-2 позиции по КСу Все у него хорошо На легкой линии никто ему не мешает Здесь, ну, из-за того, что, опять же, РУ гейминг потратили лишние свои варды На то, чтобы поставить И заблочить спаун для тинкера Они не заблочили спаун для Кинг Эа Для саппортов Потому что делали пулы Поэтому этим и пользуется Кинг Эй Санкзай летает у нас здесь на Firefly Пытается себе икспу подворовать у саппортов Можно, кстати, за это встрять Сейчас у него появится уровень 3 примерно Должно убегать Ну, и здесь у нас с РУ гейминг Снова активизировались Скай плюс Кентавр Кентавр уже появляется Дабл Эдж сапогом Скай без сапога пока Но денег, в принципе, на это сапога ему хватает Ну и пытается кого-то поймать Здесь стоит хороший вард Который, в принципе, палит эти передвижения Пошел от Сянкзай Первый стик на Палма Второй сейчас стак пойдет на Палма Скай пытается отрезать путь Стоит на кассе в шот По-моему, сюда кинус немножечко не успевает Кентавр Пошел Саленс Ласт ворд Четыре стака у Венжа Фулл Спирит И это минус Ну, так вот Мазун бежал-бежал В итоге сделал фраг только одним ударным топором Ну и на Кинг Эа пошли тоже, посмотрите Оставились месяцы прямо под тавер Ну и на этом все Ну, Вингу забрали уже хорошо Собственно, два фрага сделали уже Аэрогейминг И снова благодаря, опять же, отличным телодвижениям от двух саппорт Так, тингер-миди у нас 16 на 3 У Death Profit видим 22 на 6 Ну, понятно, ДДЗ Вообще, если была бы у меня статистика Я бы, наверное, даже показал ДДЗ на Death Profit играет Чуть ли не каждую игру за командой Аэрогейминг Потому что за последнее время мне удалось посмотреть нереальное же количество матчей с участием Аэрогейминга И вот на моей памяти он все время играет только на Death Profit Постоянно ему этого героя забирает и он на нем катает Ну, парень, конечно, как на этом герое играть знает Прекрасно Ему претензий быть не может Сапог, Рингов, Базилиус у нас у Вайпера уже имеется Он не знает пока только сапогом уровень 3 Вкачал РПЛ на 1 Ну, вот так, все и на единичку вкачал, чтобы все было И будет стоять потеть дальше Так, Кентавр у нас почти с тракфилбуцами Осталось принести себе курьером Заветный последний артефакт И все получится Так, вот у нас 1600 монет Так, подозреваю, что все-таки в Мидасом пойдет Ну, фрифарма легкой линии Тем более поставили тебя действительно в качестве мейнкерри И ты должен все свои функции в качестве мейнкерри выполнять То бишь, нафармить себе миллион артефактов и убить с руки Под купол умевать абсолютно всех И понятное дело, что к этой цели Проще всего двигаться, имея в инвентаре Мидас Думаю, это самое Мидасу не совсем скоро появится Так, пытка атаковать тинкера Зайти в спину Здесь Death Profit ДДЗ у нас уровень 6 Пока, ну, упор делать будет, понятное дело, на пассивку Вижу, потом максит экзорцизм И надо уже нападать, наверное Вот заходит спину на тинкера Конктив шот пошел Сайлен, стант Мазуна, Дабл Эдж Ну и Death Profit не простила Сюда приходит Винга Пыталась помешать как-то Вингу могут за это наказать, на самом деле Особенно пока по таборам воевать не хочется, наверное И нужно еще и как-то отпеваться Death Profit Причем и в ботле зарядов не осталось Наверное, стоит отойти И Матерал тоже уходит Так, на фрифарме остается Вайпер Мы про него тоже не забываем Парень купился уже по Т32 на 15 Имеет один стоповых ксов на карте Ну и, конечно же, будет выходить потихонечку в свой Миккар Еще достаточно быстро Вайперстрайк у него уже имеется ТПшку на всякий случай с собой в инвентаре не держит То есть не сможет он прилететь в случае чего на нижнюю линию Или в мидлейн куда-то, если начнется какой-то замес Ну да ладно Видимо, думает, что замес какого-то здесь не будет Поменять продолжает обузить Тинкера Мы видим, делая стак за стаком Так, контроль роны Хорошо, первый приходит у нас товарищ Веснас Войта Можно доказать, в принципе, ксянгзай, но есть фаерфлай Фаерфлай Был повешен в ластворд Ну такое Нашел стаки Хорошо Их сейчас будет выфармивать Трактилбуцы уже имеет ксянгзай, но дальше до даггера В принципе, понятно То же самое и у кентавра Трактилбуцы имеет И теперь только даггера потеть Причем, хорошее начало игры у него получилось То есть 1.02 кда Так, то есть сайлентера могут найти Хорошо, какая-то в шот Аркенболты закидывают Ксянгзай Подставился под ластворд И будет погибать, да? Отличный Нет, не погибает А Моторал, тем временем, фракт на кинге я все-таки сделал 4.0 Эрогейминг Ну, что-то пока не вижу я просвета в действиях команды Уэй Какого-то лучика надежды даже не вижу Вот он, лучик надежды Единственный, который есть в этом темном царстве команды Уэй Это вот товарищ Веслос Войт с Медасом и сапогом Который постарает свою команду вытащить Вытащить К победе Но пока надо фармить, конечно же Нужно получить себе хотя бы левел 6, чтобы был купол Ну и попытаться хотя бы за первый купол сделать хоть один фраг Потому что без фрагов, конечно, сложно Даже не то, что сложно в плане денег и в плане какого-то фарма начального Сколько в моральном плане Имея на своем табло нули Как-то играть из опты не хочется даже Ну а пока, пока все спокойно Батрайдер у нас отрегенился на фонтане Пошел опять-таки на сложную линию Здесь пока стоит Мазун левел 5 И причем, что самое интересное Оффлейнер Батрайдер уровень ниже, чем у Кентавра Да, чтобы вы понимали, кто из них оффлейнер Кто из них саппорт в итоге получается Мазун красава Получает ластворд Так, вот от топлэй не пошла атака ФСЛ будет скорее всего делать свой купол А я купол маны не хватило, да ладно Но правда станут, взгляд, лазер Проблемы большие у нас у вайпера И все-таки дэмэдж хватило Там еще и парификацион залетел как надо И все-таки первый фраг С горем пополам и вейки сделали Молодцы Размочили еще, дальше попроще должно быть Так, ДП Ну, стандартный Юл Деспрофит уже есть экзорцизм ДДЗ пока его ни разу не активировал Судя по всему Надо теперь выбирать одну из линий И вот купол бутрайдеров Посмотрите, а теперь-то еще и второй фраг сделали Ну вот пошло Пошло, пошло неплохо У вайда там сразу два фрага нарисовалось откуда-то С этих вот отличных мувов И сразу ПТ уже есть Not bad, not bad Качать, конечно, так в вайда нельзя Снова заблоченный спаун Дают тинкеру здесь фармить Мы видим, ну и ДДЗ Восстановились мы на том, что нужно ему найти какую-то линию хорошую Чтобы можно было, за экзорцизм, снести сторону Хотя бы первый тавер Так, бутсов тревел есть у тинкера Дальше в соло ринг идет С этой пачки, я думаю, соло ринг он себе выформит Ну а потом, понятное дело, Дагера, Дагон, Этериал Блейды И все остальное, что вам приукривите Вообще эти артефакты в любом случае на тинкерах обычно появляются в игре Да, если уж нет какой-то жуткой доминации, как в этом случае Вопрос только во времени Насколько быстро тинкер умудряется эти артефакты себе выформить И быть полезным Хедреску покупает себе вайпер Тут бактер практически скоро у него появится Выказывание немножко осталось Скаркан Буци левел пятый На сложной линии остался в соло пока Пытается нафармить себе на альтимейт Но это штука полезная Да, но ауто воид фармит Воид фармит достаточно серьезно Если он что-то в курьере В курьере пока ничего нет Ну и снова на вайпера Пытается напасть, по всей видимости У воида купола пока нету Да и тпшки тоже нет, видимо без него пытается напасть Аркан Буци в соло тика Левел шестой Ну и на низ Решили, вот, выбрали линию аэрогейминг Решили, что снизу получится лучше всего снести Производит смок, но делает это под вортом Поэтому эвейк все прекрасно знает, все прекрасно видит Воид сразу предусмотрительно убегает Единственное, что ставится аэрогейминг здесь В данной ситуации, это, конечно же, пронести тавер Чем они и будут заниматься Пойдут ли деффить эвейк Главный вопрос, есть ли в этом вообще какой-то смысл Наверное, есть смысл просто пойти в сплит То есть, снести в ответочку Т1 тавер по миду И дать возможность пофармить еще немного вайду Так, ну тут ДДЗ-1 остался тавер сносить Остальные побежали под смоком в мидлейн Вот, видят здесь тинкеры, видят вайда А сейчас И воет цель номер один, конечно Этого парня ловить надо Но есть купол, и есть у него эскейппедит таймболк второго уровня Как же ловить этого парня? Он засалится, очевидно Вообще, конечно, без дагеров пока сложно Нападать эрогейминг Такой инициирующей вставляющей практически нету Так, вайпер почувствовал, что здесь могут быть проблемы То же тягивает с тобой Это вообще здесь 4 персонажа от Эвэйк Прыгнул, да, внезапно хотел напасть на вайпера Вайпер предусмотрительно спрятался Ну и тавер снизу будет падать И у есть уже ДДЗ, сколько там осталось? Ну у ткентавра еще 1000 монет до покупки даггера В принципе, 500 монет до трайвера до покупки даггера Тавер падает Кстати, это был первый тавер на карте Смещение на топ лейн сразу Здесь, возможно, будет какая-то драка Потому что здесь 4 персонажа по-прежнему в Эвэйк стоят Так, и кто же у нас будет первым идти? Вот, видите, ДДЗ Накрывают под Сайленсом Солтика сразу же пошел у нас Хороший купол В принципе, Глобал Сайленс тоже есть Пытается, будет пробить с руки МТРА МТРА, погибает Лайзер от ракетки неплохо Тинкера Чудар Суги Вайпер Страйк в Йо-2 Дерутся, видимо, Эрогеймик до конца Сыгры в Зайот Они и Венжифул Спирит Мазун сюда приходит Снампит уже был потрачен Станет Пурификейшн неплохо С Дабл Эджем приговаривает себя Умерев при этом от Тинкера Но убивает и Тинкера тоже В общем, такой себе размин получился 2 в 2 подрались А, еще, кстати, может быть не 2 в 2 Вайпер пошел за Кинга Кинга у нас просто сделал тэпаут Купился, кстати, поинт бустер Ну и, возможно, поспешил Я говорю о том, что в качестве саппорта У Саленсера Аганима не будет Будет, рано или поздно точно будет Так, ДДЗ Может подставить, лол Рисковал очень сильно сейчас ДДЗ на самом деле Если баш сработал с первого удара у Войда Конечно, ДДЗ бы помирал Но успел Йоу поднять и отойти Меканцам есть у Вайпера Ш4 пока еще Давайте посмотрим, что у нас по графикам происходит Преимущество по каверогеймик есть Порядка 2500 по экспе Вот в нулях Ну, пока как-то так Опять же, и по деньгам Преимущество только основано на том, что они снесли на один тавер больше В всем остальном Всех остальных показателях у ребят действительно все очень ровно Бойд покупает себе Блейд По-моему, мейнстримом становится у нас Приобретать себе диффузол Блейды у нас на Фейслес Файдах Вот в предыдущей карте мы тоже такое видели Но там-то это было обратно Там репейл был у противника Там у Минайд был у противника А здесь как бы он в той команде И есть ли смысл в этом артефакте вообще Какие-то новые меты вводят у нас команды Потихоньку, помаленьку Интересно Меканцы, Меканцы, вместе у Вайпера левел девятый Тинкер прилетает на Д, Вайпер уже готов врываться Есть, ведь у него уже даггер и подставился Подставился Тинкер, не успел вызвать маршу фашист Буду, у него большие проблемы Не успевает Солтик его подхилить Кстати, сам может подставиться весьма неплохо Все у него в кулдауне Все в кулдауне Надо жить каким-то образом Хороший флеймбрейк был от Ксянгзай Подвинул к своим тиммейтам этого персонажа И в итоге два фрага на ровном месте делают ребята из аэрогейминг Плюс к всему еще сносит тавер дополнительно И Мазун тоже приближается к покупке своего даггера На фителе Достаточно плотно и достаточно неприятно подфители сейчас и в Вейке Тинкеру отдаваться ни в коем случае было нельзя Да и тавер второй потеряли тоже неприятно Так, а Войп по всей видимости готов прыгивать Есть купол Скорость таки конечно никакая Да и демэджа с руки тоже нету Делает СТП, влетает Купол ставится на ДЗ Приходит на Солтик и сразу же вешается на него Сайленс Здесь Глобал Сайленс пошел от Сайленсера В итоге ничего не получилось сделать И Батрайдер влетает Попытка атаковать появилась вайда Порификейшн получает Два стака уже на нем бесит До таймболка еще осталось 2 секунды И два фрага теряют Снова в Уэйке Пытаются уйти каким-то образом Винга у нас под инвизом досматывается Ну и в общем-то Очень плохо все Уэйк Последние минуты 3 явно не за ними И проигрывают раку со дракой 10-4 Эрогейминг уходит в отрыв Три Тауэра в плюсе По фрагам тоже полный ажур По артефактам, как мы видим, тоже все в порядке Вот Даггер и Кентавер Тут уже Пойнт Бустер появляется у Вайпера Ну и сразу же заход Марашана Интересно Очень-очень интересно Вот, мне тут скидывали Статистику по Death Profit От ДДЗ 62% имеет винрейша 2,5% винрейта В 5 из 8 игр он выиграл В официальных матчах Последнее время Так что неплохо Очень даже неплохо Ну и будет идти, конечно же, к своей шестой победе из 9 матчей Ладно Забирают потихонечку Рошана Бьют его, правда, очень долго Ну, как мы понимаем Основного ДПС вроде какого-то нету Медальки тоже никакой нету То есть на минус броню Артефактов тоже нет И поэтому сложно Сложно Поддается у нас Рошан Но тем не менее Забирают его Вайпер у нас будет, видим, с Аегисом Неплохо Death Profit покупает Сиперсиарен Но это Bloodstone Ну и Бэтрайдер у нас Ксянг Зай Потихонечку упармливает Форстап Что же придумывает Увейк? Потому что сейчас они сделали Потерю там чуть ли не в 5 тысяч, что ли, да Где-то 5 тысяч по деньгам они потеряли Внезапно по Икспето тоже около 4 В общем-то надо же как-то камбетчить Нужно как-то возвращаться в игру Ага А просто свод всех обманул И решил приобрести себе Аганим Ну, вообще Вообще это, конечно, тотал бред Вот почему мне не нравится Фастлесс Войд в качестве мейнкера В трипле, да Потому что у этого парня Тогда в этом случае требуется Мо, Майл Штром Требуется, БКП Требуется, вот какие артефакты Нужны Войду Но покупать с легкой линией После Медаса Себе Аганим Это забей Это Войд не который будет убивать Это Войд, который будет просто Нон-стоп ставить кухол Таким, всеми суппорту играть, да В замесе И в таких Войдов я не верю Ну, то что будет Наносить дэмэдж Надеяться на магический прокаст На тинкера Конечно, можно, но Но это нужно просто Очень хороший артефакт Иметь тинкера А тинкера мы видим Гнобят У него только пока Даггер имеется И надежда, что он соберет Все миллионы артефактов Положил минимальный Ну, спокойный Аэрогейминг Без сопротивления Сносит т2 Сразу перемещается На топ-линию Раз тп, два тп О, вьюл подняли Видим здесь Диспрофит Подняла Войда Да, ну и Хотел давать сайленс Конечно, сверху Но глобал сайленс Первее был от сайленсера Этого не получилось Все пытаются разбежаться Приходится на тинкер Стампит Пошел Да ладно Будет улетать вайпер Вайпер страйк Сразу под сайленс Фэшл с Войда Большие проблемы Соло тик Вынужден поставить Был купол Мазун ворвался Дабл эджем Но ушел В бэктрек По-моему Весь дэмэдж А дабл эджа Поэтому не добили Войда А вайпер он Скорее всего Может погибнуть Нет, нет Не умирает он Да, ну и приятных Тоже мало Хотя с другой стороны Развели на Опа Ракетки добьют Ракетки добивают Развели на купол Уже хорошо Ну, правда Тутаегис был потерян Ну, окей Теперь зато Эрогеймик знает Что без купола Еще какое-то количество Времени будет В Вейке Это даже Около полторы минуты За это время Можно снести Еще один дабл В принципе Без сопротивления Без драки Так, вайпер 1300 осталось До покупки Аганима Батрайдер уже С форстафом Неплохо Скай покупает себе Став Дальше будет делать Я думаю Рота Фатос ДДЗ Ну, кстати Тоже уже В последнем шаге Что называется От покупки Бладстоуна Ну, так Докидывает Крипсформы Ном-стоп Фарм идет Все как надо Что будут делать дальше Ну, на нижнюю линию Кликают Да, вот здесь Это два тавера Стоит Еще один нижний тавер Нужно забрать Причем, я прошу заметить Что до сих пор Ни одного тавера И Уэки Не снесли Это, конечно Очень сильно Отважается На их текущем Экономическом положении На этой карте Действительно По деньгам Очень много проигрывают Уже А Эрогейм Видимо За все свои товара Борются Это, конечно Большой плюс Опа И стикера Можно было подловить Вот они Видят его Видят его Узбивают Утина даггер Куда-то И туда запрыгнул Боже Не уйдет Ведь флеймбрейк Какой красавчик Сянцай Не растерялся И накрыли И накрыли Ошибка От тинкера Конечно Здесь На даггере Не долетел На лоу граунд И подставился Правда Здесь тем временем Вайпера пытаются забрать Вайпер просто На морозе стоит И бьет Микадзе у него есть Пошел кентавр Пошел гвардиан анджел Большие проблемы У вайпера могут быть По-прежнему Бьет его Воид Лол И вайпер Добить надо Боже Таймволк Вынуждены знать Сколько же Они его Били Нет, скорой сатаки Тоже нету Поэтому даже с вайпером Он очень долго разговаривает Бладстоун Есть у нас У Дэс Профит На топ линию Сместились В итоге Аэрокеминг Экзорцизм пошел И очередной тавр Будет падать Чем дефать? Ну вот Полаганима Собрал себе Кинг Эй Еще 1400 Надо до покупки Полногоаганимчика Так Тинкер на став Встав Ну и потихонечку Выходит свой первый догон Будет ли здесь драться Вопрос Да Купол вроде как Есть у Фейслос Файда С другой стороны Его нет Потому что маны Не хватает Да и дофармить Фейслос Файду Я так думаю Что до Аганима Хочется сперва Но в принципе Осталось ему Бывально 1000 монет У него все получится С другой стороны Эрогеймик Уже 5 товаров Спушили И вот теперь Они будут перемещаться На нижней люне Спушивать еще один Последний внешний таланк А дальше Заход на хайграунд Ой-ой-ой Здесь может Сникеру не уйти ведь Нет-нет Не стал ДДЗ Почему-то его поднимать Решили внезапно Напасть на Вайда Будет у нас иметь ТПшку Если сейчас Не прочуху этот момент Будут большие проблемы Сайлент поймал Мистик Флеер ТП-Аут пытается сделать Боже Да его один скамп Рафмейдж просто разорвал Обалдеть Ну вообще правильно Говорят конечно Не самое лучшее решение Прожимать ТП-Аут Под Мистик Флеером Говорят лучше Сперва отойти Потом ТП-Аут прожимать Ну такое Ладно 12.5 В 21 минуте встречи Подошла к концу Пока не совсем Все получается У Вейк Я бы сказал Что у них вообще Ничего не получается Мало чего Интересного Они нам показали В этой карте То есть Ну каких-то таких вот Серьезных Красивых мув Не было Реализации пика Я пока тоже не вижу Что-то у них пока не пошло Ну посмотрим Может быть Когда Войт Нафармит себе на Аганим И появятся Какие-то догончики У Тинкера Может быть Начнется получаться Какая-то комбо-бомба Какие-то рассказы Хорошие Пока конечно Смотрите Форстаф решил Выформить себе С Кавер оф Мэйдж Это все-таки Нерод Фатос И вот он Вот он Заветный Аганим Дэфэсс Лотс Вайда Куплено Теперь можно Ставить куполочки Раз в минуту И раз в минуту Делать какие-то фраги Хотя бы Но Тавер очередной Падает Снова без сопротивления Это уже шестой Тавер в копилку Ребята из Аэрогемик В прежнем Не потеряли ни одного Вот на топ лейне Правда сейчас пуш идет Но Эрогемик решили на него забить Видимо будут сходить в хайграун Пошел Экзорцизм Обливион Став Появляется у Дэс Профит Собирать себе будет Еще по всей видимости И рефрешер А может быть Это будет какой-то окет В принципе и в том И в другом артефакте Есть определенный смысл Если так посудить Да и посмотрите Экзорцизм Съедает потихонечку Тодритавр Пытается как-то Тинкердеф За счет машин Раскидывает ракетки Но он стоп Боится впрыгивать Пока Вся Вьюл Поднял ДДЗ На форстафе Отходит Стампит пошел Фотер В теории него Смотрите Влетает Бэтрайдер Видимо выцепили Здесь Сайнс Разорвали моментально Купол хороший Ставится в исполнение Фейзлосмайта Нужно убивать Кого-то Дэмэджа тупо Не хватает Вайпер Вайпер Разорвали Пошел Гвардиан Энджел Высвапывает Бэтрайдер Бэтрайдер тоже Большие проблемы Под машинцами Моментально умирает Будет знать кого-то еще Да Прыгивает Фейзлосмайта Убивает Также с кавер Мейджа Мазун на развороте Дает прокаст Убивает тикера Там терением Станфинги Заезжает Мазун на большие проблемы Базун Баш срабатывает Таймлок Хорошее восполнение Не выслать Вайпер Нужно знать Дальше Дудэс профит Гони 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 У тебя будет Айволв Буквально через секунду ДДЗ Вот Прыгивает На свой Давай пробивать С руки Зажали крипы Боже Какая неудача И давай на развороте Еще ДДЗ Сделай фраги На пацанов Поднял Вьюл Не дал Сделать Тепаут Опять же Крипсворм И новым стоп ДДЗ играет С пронинентом Смотрите Сайленс раскидывает Репел пошел ДДЗ Глобал сайленс Не страшно Его убить очень тяжело Опять крипсвормы Лол Да они сейчас все погибнут Убивают ДДЗ Порификацион Сосфайда есть Таймболк Да и юзает его Вроде как уходит Да Ну Деспрофт конечно Убивать такое все занятия Оверфарм У нас ДДЗ Здесь 3.04 У него КДА Видим И все в порядке Со шмотками Левел 15 Да вообще топовый Нетворк на карте Что вы от него хотите У него все супер круто Да Но в итоге Более или менее И Уэки уже С появлением Скажем Аганима От Вайда И с Постановкой Хороших куполов Начинаются хорошие прокасты Видим Начинаются какие-то Размены А не просто отдачи И нарисовывается Хоть какая-то борьба Но правда Сейчас по-моему Кингей будет умирать У нас Бой спрыгивает Ставит купол Очень раз на одного Вайпера Смогут ли забрать его Быстро Порификацион Не смогут Там и Меканза будет Прилетает С доска Бравмейз Батрайдер зашел Ловит Видим Солотика Солотик Пока живет Меканза Препел на себя Пробивает с руки Солотик Да ладно Девять Здоровья у него осталось И в живых остается Вот проперся Что называется На правде Время Уже бараки упали Там на ДЗ Зажимает Фингу Мы видим Гонят всех под фонтан И там будет разбираться Оппонент Он дает флеймбрейки Здесь конечно Просто зажали Базой И байбэк от Финги Так он Второго уровня Сразу Тинкера Опа Пошел Кентавр Вдвоих проказ Дал неплохо С Аленсом Накрывают Вайда Здесь проблемы Большие У Бенжи Фул Спирит Ловит она Порификация Пока живет Посвапывает себя И погибает Букополучно После байбэка Ну в принципе Здесь сейчас Аэрогеймик Ловить абсолютно нечего Можно просто отойти Потому что нижняя линия Спушена полностью Единственное что Можно на мидлейн Сразу переместиться Или они хотят подраться Вопрос Тред вошел Флеймбрейки Крипсформы Опять Тинкер Здесь на дефе Нет Надо бежать В общем занимает Сейчас Аэрогеймик Это немножечко глупо Потому что могут они просесть Тут Скайброфейдж уже отдался Хороший Копл от Фесслос Файда На отходе Продловит Вайперстрайк Пошли ракетки Ну да Нафитили Аэрогеймик Сейчас очень плотно Подарили даблкил Тинкера Подарили фраг Вам не на этого В общем-то Зря Зря остались Очевидно Что когда вы сносите сторону И вам уже У вас все там Способности полезные Для пуша в кулдауне Вам нужно просто отойти Они решили дожать оппонента Сделать еще там Минус 5 И заставить написать ГГ В итоге перестарались немножко 16-12 Пока 26 минута встречи Аэрогейминг у нас Доминирует Доминирует на этой карте Тут в принципе К уверенной своей победе Смотрим на графики Видим преимущество Уже порядка 12 тысяч По XP 2,5 По XP немного будет Но будет Покупается Огрклаб Там возможно даже БКБшка появится У Саленсера почти огоним Тоже неплохо Прямо скажем Ну и у Тинкера там Догоны В чем что интересно Аппает он Догон И не стал покупать себе Терилблейд Потому что Догоны Сейчас то что нужно Ну давайте посмотрим Даст ли что-нибудь Сейчас наличие Двух огонимов У ребят из Увейк И наличие Третьего Догона У Тинкера Но определенно даст Кого-то да За купол должны будут Сплатить как минимум С ковров мейджи Убивать так точно будут Может быть и битрайдер Еще тоже Пока тот БКБшку не нафармил Вообще конечно Эру сейчас стоит Поаккуратнее сыграть Понадежнее И сперва забрать Смоком пошла вылазка Со стороны команды Увейка Посмотрите Фастлос Войт готов уже нападать Видит он здесь битрайдер Пытается слягировать Он сам врывается Первым на война Сразу идет мысвап Залетает Войт Купол можно ставить По троим Хороший купол Под глобал Сайленс Глобал Сайленс окончил С ковров мейджи Скорее всего уже отъедет И Сайленс от ковров От ДДЗ Пошел стампит Кингер разрывают Стан от Мазуна Но тут уже оверфарм Конечно Минус 2 сделали Минус 3 Если что в живых осталось Пока Тинкер и Войт Войт здесь у нас летает Тоже его сгрызает На ДЗ Это Киллинг Спри И Тинкер нужно уходить Даггер аут Реармится Еще даггер И уходит Ну да Это было бы похоже на сказку Если бы сейчас они смогли сделать Еще и какой-то Хороший размен в свою пользу Ребята из Увейк Аганимы конечно это здорово Но дэмэдж опять же не дают А пробитие Реугейминга Очень сложно Когда на вас висит Сайленсер Когда там есть Миканзом И когда персонажи уже там Оверлевелд И с хорошими Скажем артефактами На Выживаемость Так ну что у нас 20-13 Еще 20 с вами до встречи пошла Пытался ДДЗ За первого своего экзорцизма Что-то сделать Причем провязан У него был здесь двойной Я так понимаю И рефрешер в кулдауне Но сейчас без экзорцизма Конечно сложно Сложно Тем более что И Вейки у нас Респаунились Практически полным составом Ну значит у нас будет Еще как минимум Одна драка Дефают Конечно же Отчаянные Вейки пытаются Задефать свою сторону Марш в машин Стоунстоп Просто три тауры Потихоньку конечно проседает С нижней линией Тоже большие проблемы Но сейчас будет Все зависит от того На сколько хорошо Эролс инициирует То есть Батрайдер на готове Нету БКБшки Но готовы у него Даггер, Форстаф Есть конечно же Лассо Надо подловить Тинкера Желательно Да все получится Вот залетает У нас Батрайдер Аккуратненько Кого же будет цеплять Пока непонятно Огибает Мы видим Эти марш в машин Кинга Видно Сайлентера Врываться не особо хочется И вот так вот Хватит ли дэмэдж Вопрос Вайпер 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 страйк откидывает Меканзам Остается в живых Дэс профи Весь вака тоже живет Экзорцизм вызывает Нужно жить ДДЗ Высвапывай ДДЗ ДДЗ Сам себя суицидит Забрали пока только одного Сайлентера Пришел с кавер оф мейдж Но неплохо Потрали серый гейминг Проблема в том, что Скай возвращается Точнее возвращается ДДЗ И Кентавр Боже, как он вошел По двоим стан Рассказ моментально Минус Омни Найт Вайда тоже приняли Омни Найт у нас сделал Байбэк Ну а Тинкер приговорил Мы видим Кентавра Но при всех этих Разменных Опять же Как бы там Уэйки не сопротивлялись Но бараки падают И это большая проблема Потому что бараки Сейвить не получается Это еще экзоцизма нету Ну в принципе Кулдаун У Дэс Профит На рефрешере прошел Пока юзать его не хочет ДДЗ Под репелом Тинкер особо никого не боится Вот поднимают его в Юул Репел слег И Саленс Конечно Тинкер такой подставы не ожидал Пытается его подхильть Высвапывает Винган Там без шансов Эйв Твингу тоже По всей видимости Будут забирать Эйв тоже минус Благоподобная серия убийств ДДЗ О, хорошо Он увеличивает статистику На Дэс Профит На самом деле Отлично поднимает Общий и средний КДА И КГИ пишет нас Ребята Из Уэйк Ну что 30-минутная каточка Получилась для Аэрогейминг Хорошая победа Пока вообще У нас сегодня Прямо скажем Результаты все Более чем очевидные И более чем прогнозируемые Титаны переиграли Видим своих оппонентов Так что просто И сейчас Особых проблем Аэрогейминг Не встретили Против Эйвейк Ну как-то так Как-то так Окей, ребят Тогда будем ждать Третий матч Титаны против МСА И у нас будут Стартовать на этом канале Через какой-то Пробежуток времени Через какой Я пока Сказать не могу Потому что Что? Правильно Потому что Не знаю Или могу все-таки Ага 17.45 Начнем Ууууу Какой 17.45 Вы что? У нас такая Большая пауза Что ли будет Сегодня? Так же не может Почесть Ребят Я вам дам информацию И Скажу вам точно Во сколько мы Будем смотреть Следующий матч Да, действительно У нас пауза Будет очень большая И у нас 17.45 Только следующий матч То есть через 1.45 Минут Боже Вот это пауза Обалдеть В общем нам придется Видимо подождать Нам придется Видимо подождать И Чем-то полезным Заниматься Я правда не знаю чем Но сейчас что-нибудь Придумаем Пока поставлю музыку В любом случае Далеко особо не разбегайтесь С вами сегодня Адекват Это СЛТВ Сия У нас Десятый игровой день Второй матч Подошел к концу И третий Будет у нас Через паузу Сладко что продолжительным Ну Не забывайте подписываться На паблик Вк.com Слыш Адекват ТВ Чекайте наши новости Анонс на Т2.salander.tv На нашем сайте Ну и Пока немножко музыки